Совсем немного времени осталось до наступления весны. А как известно, весна для многих регионов России опасна сильными паводками. На днях заместитель министра России по делам гражданской обороны Сергей Кададов посетил Северские и Славянские районы, чтобы оценить готовность сил и средств служб экстренного реагирования при возможном возникновении угрозы затопления. Северские и Славянские районы – это те территории края, которые находятся в наибольшей зоне риска по паводковой ситуации. Если первый попадает в неё из-за своего предгорного расположения, то наш Славянский район находится в зоне риска из-за того, что со всех сторон окружён водами рек и Азовского моря. Готовность всех сил встать на защиту населения при возможном возникновении паводковой ситуации осмотрели на полигоне. Заместитель министра России по делам гражданской обороны Сергей Кададов осмотрел состояние техники, пообщался с руководителями всех служб и ведомств на тему их готовности работать при возникновении чрезвычайной ситуации. Для того, чтобы вовремя отреагировать на любую внештатную ситуацию, и скоординировать действия всех ответственных за её ликвидацию служб, с 2015 года в Славянском районе создана и успешно работает Единая дежурно-диспетчерская служба. Имеется система мониторинга поводковой ситуации. С точки расположены в населенном пункте Водный и в населенном пункте Урма. А также имеется ещё муниципальная система автоматизированного оповещения по телефонным линиям, в которые включено более 5000 абонентов, в том числе и население, изъявившее желание представить свои номера телефонов, приключённые в систему оповещения, им дозванется в автоматическом режиме по 8 телефонным линиям, а также оповещение руководящего состава. Всего более 5000 населения, 20 сценариев оповещения. Здесь, пользуясь самыми современными системами наблюдения, держат на контроле все места на территории Славянского района, попадающие в зону риска по возникновению чрезвычайных ситуаций. Системы, которыми пользуются в диспетчерской, помогают не только вовремя заметить угрозу, но и оповестить население, доложил министру начальник службы Сергей Басыров. Здесь мы находимся в мониторинговом центре. Здесь у нас выведена 151 камера, а также выведены школьные автобусы. В случае воскресных или выходных дней, без согласования с полицией или у нас нет туристических групп, которые выезжают, в случае возникновения движения этих автобусов, сразу сообщается в ГАИ для принятия мер незаконным движением. Это было нас. Подводя итоги, увиденному изместитель министра подчеркнул ответственное отношение всех сил и служб к проведенному осмотру и удовлетворительно оценил их готовность к возможному возникновению поводковой ситуации. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».